это такой маленький пред мастер-класс я вам хочу показать вот как я вышиваю лица знаете уже что я решила вышивать тело женское потому что мне не нравится как оно смотрится бисером и я не очень умею вышивать глади умела когда-то сейчас не умею но я придумала свой способ он больше похож на рисование я выделяю вот видите у меня здесь два тона один светлый один темный вот я сначала темным прошла и выделила все темные участки вот на шее немножко можно было еще темнее но что я делаю я беру и когда я вышиваю я стараюсь иглой вот не видно расщепить предыдущую нить теперь мулине идет 6 сложений лицо и тело я вышиваю 2 сложения нити вот смотрите вот я иду и как бы расщепляю если видно сейчас посмотрю вот так вот так расщепляю предыдущую нить вот и тогда уже иду стежком сюда потом опять захожу стежок стараюсь расщепить нить и тогда как акварельными красками получается рисунок рисунок этого этой девушки хотела сделать шорт но видно шорт не получится придется немножко длинненькое такое видео формате шорта сделать ну вот так теперь что я еще делаю я я выделяю участки например я вышила века темным вот здесь немножко темным вот здесь темным потом перехожу на другую нить то есть я не делаю как вот вышивальщицы гладью делают одновременно как бы они шьют темным потом берут следующую нить светлым нет я беру вышиваю все темные участки а потом светлые теперь вот вот здесь я знаю что у меня ожерелье будет да я стараюсь так вышить чтобы вот здесь вот было это это вот разделение такое чтобы было вот здесь тоже видите направление нити идет как бы по нижней части челюсти а шея уже идет вот так что еще нос вот здесь под глазами и от губ я старалась сделать вот щеку ну в общем вот так как получается в принципе учиться надо конечно мастеров я давным-давно лет двадцать назад училась народной вышивки и там освоила вот какие-то основные приемы но волосы вышиваю в три нити вот волосы смотрите почти косичкой вышиваю я прямо захожу вот в каждую такую коротенькую и расщепляю и расщепляю расщепляю вышивала я волосы такой ниткой с отливом с переливом сейчас покажу его вот у меня есть такая нитка градиентная вот ей я вышивала волосы а тело вот я уже вам показала вот два оттенка они почти неразличимые но видно один темнее один светлее вот это будет следующая девушка у меня вот такая вот такая вот девушка здесь я хочу попробовать вот ей букет создать на шляпе вот про шляпу шляпу я сделала на хлопки которые натянула на два слоя фетра фетр у меня очень тоненький был поэтому два если у вас есть толстый фетр можно на толстый и сначала обшила девушку на фетре вот эту часть а потом просто я торопыга можно это делать в конце но я решила и так сделать вот у меня есть такая вот девушка отдельная без шляпки я ее приложила к шляпке сначала нарисовала потом обшила бисером чтобы под головкой не было бисера и и когда вышила вот эту часть девушки обрезала аккуратненько вот так вокруг лица и подшила вот здесь тоже мулины светлым по цвету волос а здесь по цвету лица моя машина кончилась стирать и вот когда я вот здесь подшивала я утянула немножко носик и немножко утянула губки и получилось вот так ну по моему ничего получилось уже вот здесь я не режу пока не закончу вот эту всю вышивку здесь мне совсем чуть-чуть осталось и тогда уже свое черное платье и уже вот здесь вот этот букетик который я вам показала мне очень понравилась вот идея вот такого вот букета сделать еще не знаю как я его буду делать ну вот что-то сделаю такое вот а моя девушка это уже подсохла вот у нее уже картонка теперь осталось долго на ночью у меня лежала с картонкой теперь осталось кожу к ней подшить и сделать мастер-класс на чалму может покажу еще какие-то методы я пробую себя в изготовлении чалм как это сказать головных уборов из шарфов вот так правильно будет наверное прощаюсь с вами до следующего видео бай-бай